Да, не в лучших условиях живут наши писатели. Если ты, мудак, мне еще раз позвонишь, я тебе такое не устрою. Это вы мне? Тебе, тебе. Я тебе патом под ногой спущу, ты понял? Ты у меня всю жизнь на лекарства в работе будешь, ты понял? Ты понял, я тебя спрашиваю? Артур Николаевич, это вы? Да, это я. Это кто? Это я, Карпов. Председатель колхоза «Красный бунтарь». Вы к нам приезжали в позаброшенном году. Я-то думал, что Александр Иванович Головчик, Ромой. Какими судьбами? Да вот, в столице оказался, решил засвидетельствовать. Фёдор, будущий режиссер. Здравствуйте. Мне как-то неловко знал, что вы приедете, что бы это все образило, дом-то... Да ладно, перестаньте, Ивана, все предусмотрено, в гости зашли. Ну, проходите. Аккуратно. Ай, ну вы меня за мудака, извините. Я думал, что это сосед. Он мне вот так вот достал. Три дня назад дал мне в долг бутылку водки. Я честно хотел отдать вовремя. Но мне деньги за статью задолжали. Так этот дебил, этот урод, он меня на счетчик посадил. На что? На счетчик это на деньги поставить. Да, это сейчас модно. Если я ему деньги вовремя не отдал, то он счетчик, тикай, бутылка в день. Ну, я разозлился, что, ему заводит кристалл, что ли? Проходите. Прям чекак какой? Ну, да. Ничего, ничего. Пушкину тоже угрожали. Вот, скромная, в обитель отшельника. А, моя гордость. По этим бутылкам я вспоминаю лучшие периоды своей жизни. Ну, вот, например, Хенеси. Хенеси, Хенеси. Рождение Зоечки. Ну, Гавана Клуб, это литературная международная премия. Было, да, было. О, а Моретта. Особая гордость. Развод с женой. А водка и пиво? Шуровые будни. Кино. Кино, это прекрасно. Я сам вообще столько сценариев написал, что с ума можно сойти. Ну, правда, ни по одному из них кино так и не сняли. Ну, и все. Ну, вот мой последний сценарий. Совершенно убойный был. Парикмахер с севера. Ну, его одобрили, его отсмотрели. Ну, временно отложили, потому что выяснилось, что там по бюджету он полностью перекрывает оборонный комплекс страны. Не, ну, они фильм снимут, куда они денутся, там история уникальная, о любви, о любви молодящегося прапора к простой девчушке из такого индейского племени. Это такая красивая, такая чистая история. Ну, если с элементами Комасутру, сейчас без этого нельзя. Вообще, вообще, я хочу вам сказать, что для того, чтобы снять кино, надо сначала понять, какой приз мы хотим получить. Потому что, скажем, Каннский веник, это одна история. Но если это, извините, американские кащи, то есть не Оскар, это совершенно другая история. Совершенно. Да, нам как все равно. Да. Как это все равно? Нам все равно. Ну, вот представьте себе, что, допустим, ну, допустим, мы снимаем фильм для Каннского фестиваля, да? Если мы хотим снять фильм для того, чтобы получить приз, а мы хотим получить приз, то в стиле какого режиссера мы должны снимать фильм? А? Действительно. В стиле какого режиссера? В стиле Биндера-Фаса. Или Фаса-Биндера. Понимаете? Нет, вы не понимаете? У вас в стиле голубой есть? Не понял. Ну, эти, которые мужиков любят. Слава Богу, такие не наблюдаются. Ну, жаль. Жаль, потому что, мне почему-то кажется, что комбайнеру и трактористу было бы нетрудно сыграть такую настоящую крепкую мужскую дружбу, потому что в фильме даже много эротических моментов. Да, Каннский фестиваль отпадает. Это да. А может, есть чего попроще? Попроще. А мы, я извиняюсь, легких путей не ищем. Вот так вот. Гулять-то гулять, все ясно. Будем снимать на Оскар. Там, понимаешь, это скотина, сюжет не важен. Там главное, чтобы все взрывалось, чтобы все горело. Чтобы у вас здесь все взрывать. Как нет, есть? Опять фестивалят. В том году от ящера вся шкотина подохла. Свинарник надо спалить. Еще дом бабки Анастасии. О, мешает строительству новой дороги. Все, все. Будем взрывать. Все. У вас война была? Еще какая. У нас даже немецкий танк с войны остался. Ну, гениальный. Вот о войне и будем снимать. Господа, прошу встать. За кино о беспощадной партизанской войне. Вот так вот.